Ой, сегодня началось утро со скандала. Женщина не может не уметь готовить. Я чуть ребенка не раздавила. В общем, что, дома сидели три недели мои. Ой, какой красивый. Господи, все в воде. У него температура 37, выше 37 не поднимается. Всем доброе утро, мои хорошие. Начинаю новый влог. Начала я его с того, что я искупалась. И, кстати, на мне, как видите, новый такой вот мой наряд. Сейчас вам покажу его. Носки у меня разные специально. Я еще кровать не заправила даже. Я хочу начать новый влог. Кстати, вот этот мой наряд. Это брала я в Ивановском текстиле. У меня на моем втором канале есть обзор. Есть уже должен быть обзор, да. Там очень много всяких приколюх. И для дома пижамка шикарнейшая. Цены просто восхитительные. Одни из самых низких цен, где я только видела. И все, трикотаж, хлопок, очень хорошего качества. Ну, Ивановский текстиль, кто знает, тот просто знает, что это качество. Ой, сегодня началось утро со скандала, на самом деле. Мы с Данькой поскандалили. Я его отругала с утра, потому что он второй день не слушается меня и лезет к моему компьютеру. Он не нажимал раньше кнопку «Ресет». А сейчас он по 20 раз в день нажимает у меня на компьютере «Ресет». И не важно, что вообще на компьютере. Идет ли там вывод фильма, или я что-то смотрю, или я что-то оставила. Он нажимает и перезагружается компьютер. Пару раз там был даже синий экран, что-то там перезагрузка какая-то, блин, которую я никогда не видела. Я на него очень сильно ругалась, а он меня не слушает. Вот тут, блин, ругаю, а он не слушает. Я уже не знаю, говорю, тебе вот это не дам. Уже манипуляции какие-то пошли. Ну все, и сегодня с утра он просыпается. Я еще сплю, он тут прыгает, короче, ходит вокруг меня. И потом уже хочет в туалет, говорит, пошли писать. Мы встаем писать. Вон, бежит сразу. Мы встаем писать, а он бегом. Я рассказывала, как ты не слушался меня сегодня. А вместо писать он бежит к компьютеру и нажимает кнопку ресета. Я с вечера оставила там фильм. Короче, я наругала его очень сильно. Но зато он шелковый у меня потом вообще. Игрушки собирает, все четко делает. Не знаю, насколько его хватит. Вот сейчас искупалась. Прям вообще наслаждаюсь, честно говоря, когда я нахожусь в ванне. Хотела еще рассказать, как я люблю вообще принимать ванну. Я не люблю просто лежать в ванной. Мне тупо это скучно. Просто набрал ванну, ну там что-нибудь сделал. Ой, печенька. Ой, печенька, пойдем. Что-то сделал, да, там и лежишь. Ну как-то скучно. Какое тебе печенька дать? На, вот эти печеньки. На, садись за стол. И где твой стульчик? Ну, в общем, люблю принимать душ. Я включаю горячую воду, сажусь в ванну и затыкаю, чтобы ванна набиралась. Да? Но я кайфую в тот момент, когда я сижу в этой ванне, которая набирается, и просто на себя лью эту горячую воду через душ. Все. Я кайфую. Я вот так вот ее держу. И я просто... Это такой кафе. Это вот, наверное, кто как... Знаете, это можно сравнить, вот, кто любит ванну принимать. То есть это когда вы заходите, залазите, вот эта пена, все. И вы вот так вот ложитесь и закрываете глаза. Вот у меня тут кайф наступает, когда я сажусь в эту ванну, включается вода, набирается вода, и я беру вот так вот душ, держу на себя, и льется кипяток практически. Все, я вообще такая... Короче, я кайфовала сегодня. Денька сидел рядом с ума за занавесочкой, смотрел мультики, потому что мы вдвоем как бы... Я переживаю, что он там может делать, куда-то залезть, что-то нажать, что-то открыть. Сейчас уже с утра выпила чашечку кофе, сейчас сделаю себе вторую чашечку кофе. Сегодня договорилась со своим астрологом, она живет в Америке, кстати. Договорилась с ней, что мы, может быть, попрактикуем английский вместе. Ну, она сама занимается английским каждый день, и я практикую, я думаю, что у нее лучше, конечно, английский, чем мой, вот, но я говорю, не знаю, как тебе будет со мной, интересно общаться или нет, зато у меня будет бэмэ, вот, ну, посмотрим. В общем, сегодня мы решили с ней созвониться, у нас разница во времени такая серьезная, вот часов в 10, когда у меня будет 10 часов, у нее будет в этот момент часов в 12 или 11, 11. Еще я хочу сегодня все-таки прибраться в кухне, да, там убрать с комода, со стола, пыль везде повытирать. Кстати, у меня разные носки, и кто-то как-то увидел и крикнул, о, разные носки, посмотрите, типа, ха-ха, хи-хи. А я в этом ничего такого не вижу, я кайфую. Я их даже специально не выкидываю, потому что они мне нравятся. Один розовенький, а другой розово-белый. И они удобные, кайфовые, я прям вот их оставила как пару. Они разные, но все-таки они вместе. Пошла делать кофе. Мне, кстати, нравится вот этот вот наряд, потому что, во-первых, он мягкий, у нас махровки сделаны такой, да, симпатичный, я могу снимать влоги, да, и продолжать, и что-то там, и сторисы, и активничать как-то, да. И выгляжу при этом прикольно, прекрасно, аж даже снимать не хочется, как халатик. Так, что у нас сейчас происходит? Дэня вот тут рисует. Он, кстати, придумал новый какой-то интересный лайфхак, да, Дэнь? Он берет почему-то вот такой фломастер, макает его сюда в водичку, да, он сам вот взял стакан, из которого я пью. Ну да ладно, я его потом помою. Макает туда вот этот фломастер, и вот этим фломастером раскрашивает вот книжку, которую мы брали в фикс-прайсе, которая водой раскрашивается. Вот он все раскрашил. Красиво так, да? И вот красит, красит оно все влажненькое такое. А я, я сейчас вам монтирую видео. Очень много классной одежды, как раз таки вот где вот это я приобретала, и где пижамку свою обалденную приобретала. Дэньки тоже там штанишки взяла, и рубашечку, джинсы. Ну, короче, и покрывала новые, очень много всего. Это на втором канале будет обзор. Распаковка большая, большой мешок такой. Смотрите. Ссылка на мой второй канал под видео будет. Там очень много полезных, классных штук. Сейчас, кстати, пока Дэнька еще нормально находится без занятий, меня не отвлекает. Я могу монтировать, но я обычно вот так вот днем не монтирую. Это вот за сколько времени я первый раз вот так села, потому что захотелось уже смонтировать это видео, наконец-таки. Сейчас, если он начнет приставать ко мне еще там что-то, у меня есть пару идей, чем можно было бы его занять. Я вам здесь обязательно покажу. Мы вчера с Любашкой разговаривали, она одну идею мне подкинула, но у меня клея сейчас нету такого. Надо купить его, клей-карандаш. А вот без клея еще одну идею. Ну, посмотрим, потому что я еще с Таней списалась, вот, которая Таня в Италии, тоже блогер. И, ну, начали тоже это обсуждать. Она говорит, ну, это зависит еще от ребенка. Говорит, у меня, например, Аллегра не будет сидеть вот так вот и все делает, да. То есть, ну, это надо, чтобы вот дети, которые, знаете, там, садишь, смотри в мультике, он сидит, смотрит мультики, да, там, или сиди рису, сиди рису. Вот если, ну, как бы, короче, не для всех детей это подходит, но, может быть, кому-то подойдет, попробуйте. Я сама не знала, как Денька у меня прям будет это делать, но вообще он увлекается иногда какими-то вещами, особенно, если что-то новое я ему даю, и неважно, это еда или еще что-то. Просто что-то новое, и с этим что-то можно делать. Я ему покажу, короче, вам покажу потом. Сейчас пока монтирую, пока он сидит там раскрашивает. Так, чтобы вы не думали, что все так просто у меня, да, такой ребенок рисует, я такая монтирую. Я монтировала 3,5 часа, и раз 15 или 20 я вставала из-за стола, смонтировав всего 20 минут видео, а вставала 15 раз, и 3,5 часа я обычно такое видео за час смонтировала, ну, полтора часа максимум. Вышло все намного больше, потому что то одну раскрасочку надо дать, то другую раскрасочку надо дать, то он вот это захотел, то покушать, то третье, то четвертое, короче, 20 раз я каждый раз подбегала, то он куда-нибудь бежит, лезет. Конечно же, да, это все по короткими промежутками, там раз 20 минут вроде это, а потом через 20 минут снова. И вот за 3,5 часа сколько раз он меня отвлек. Ну, наконец-таки я поставила фильм, видео вам на вывод, все, будет видео на втором канале, это я уже сказала. И еще я успела сделать кусочек видео даже в инстаграме. Короче, начали сниматься, фотографироваться, в итоге начали прыгать, и я так нарезочку сделала всякую, где все время он не мешает снимать что-то, и в видео попадает, это я, короче, сделала нарезку всякую, такую из наших веселушек под мою песню. В инстаграме заходите, смотрите видосик. Так, а сейчас я вам хочу показать, чем мы вчера придумали с моей подружкой, чем можно попробовать занять ребенка. И посмотрим, понравится ему это или нет, займет это, увлечет его это или нет. Итак, идея в том, чтобы взять жменьку гречки и взять жменьку риса, перемешать все это, то есть взять их отдельно, показать им, что они отдельно, перемешать все это, потом взять два сосудика рядом, в один сосудик рисик откладывать, а в другой сосудик гречку откладывать. То есть его задача будет разделить все это. У меня у малыша вообще есть такая тема, он у меня в каком-то смысле перфекционист, то есть если что-то сделалось неправильно, да, или что-то вот нужно доделать, если нужно докрасить, то нужно все до конца докрасить. Если нужно что-то приклеить, то нужно приклеить ровно. Он очень расстраивается, если вдруг он чуть-чуть что-то приклеил неровно, прямо до истерики. Вот, поэтому я думаю, что если я ему покажу, что нужно это все разделить, он не успокоится, пока не разделит это до конца. Но я так думаю. Давайте проверим. Дэн, смотри, мама берет, это рис, это рис, а это гречка. Так, смотри, мама берет гречку, вот так вот. Китай. Нет, ну китай вот сюда, смотри. А теперь мама берет рис, смотри. Помешаем все это дело, помешай. Аккуратно, смотри. А теперь знаешь, что нужно будет делать? А теперь нам нужно разделить. Дэн, смотри, вытаскиваешь гречку, смотри. Так, выключаем телевизор, вот еще важно. А теперь гречку достаем, гречку, смотри. Смотри, Дэн. Блин, в ногтях застревает. Смотри, рис сюда. Стой. Нет, Дэн. Короче, все объяснила, но Дэнке просто нравится сам факт вот этого вот всего. Просто раскладывать это по тарелочкам, но разбирать он это не хочет. Оно слишком-слишком мелкое. Он это, видимо, воспринимает как просто общую интересную массу, с которой можно поиграться. В общем, я думаю, что все это будет по квартире, конечно, но на какое-то время, в общем-то, пусть пораскладывает чуть-чуть. Попробуйте такое занятие дать вашим детям, как они отреагируют. Я ему показала и так, и сяк, и чтобы на пальчик вот так вот, типа, раз рисик, раз гречка. Но он как-то и не хочет. Ему вот больше вот так нравится. Да? Ой, ну что, мои хорошие, когда только выходишь, знаете, из душа, вот в этой вот штучке голубой, в которой я была, мне очень удобно, потому что из душа выходишь, особенно я из своего горячего душа, мне очень жарко. А потом я вот уже сидела, пока монтировала, пока то, пока все, что-то я подзамерзла. И уже одела свою пижамку. Это пижамка супер-пуперская, которую я тоже заказывала на том же сайте. Вообще шикарная расцветка, и это хлопок, и цена смешная вообще. Ссылка... Там же делаю обзор в том же видео, где и голубую вот эту штучку брала на втором канале. Деня, в общем, играется... Играется, играется... С гречкой и рисом. Перекладывает и со стакана в тарелку, с тарелки в стакан. Конечно же, он и носится с этим всем, и рассыпал даже вот так вот уже взял. Я говорю, ты что, давай собирать. Начала собирать, и ему прям интересно было тоже собирать. Прям собирали, а они маленькие, неудобно. У меня в ногтях застревают, а он как бы вот прям пока все-все-все не соберем, не успокоился. Вот сейчас аккуратно вроде бы, чтобы не собирать. Я говорю, видишь, как долго собираю. Нужно это. Ну, в общем, занимается, и так тоже хорошо. Вот, я думаю, что пора поесть. Я еще сегодня ничего не ела, а время 4 часа. 16.00. Я ничего не ела еще. Выпила только две кружки кофе. Вот, сейчас нужно поесть и получить английский немножечко. Вот, а потом заняться уборкой. Прошел час. А что делает Дэня? Вот он решил туда налить воды. И да, из кружки в кружку. Он еще хотел это съесть. Я говорю, это только играть, кушать нельзя. Ну вот он ковыряется, ковыряется в этом. А я уже поела сериал, смотрю. Сейчас чаек сделаю себе, шоколадку съем. Так, уже 2 часа Дэнька тут кайфует. В тарелку вот все. Пахнет гречкой у нас здесь. Вот и в этой каше-мале ему очень нравится ковыряться. И вот в 3 часа я ему дала, а сейчас уже 25. Вот он все ковыряется тихонько. Ни мультики ему не нужны. Единственное, что это как бы все такая, ну, грязюка, возюка. И я радуюсь, что у меня линолеум все-таки, а не ламинат. Потому что все бы это он проливал на ламинат. А я бы нервничала. А так, пожалуйста. Вот, 3 сосуда у него сейчас пока что. Кайфует. Прошел еще часик. Господи, все в воде. Гречки и риси. А я пока убираю. Я вот сейчас уголочек вот здесь вот весь прибираю. Там возле телевизора убрала. Сейчас вот это все игрушки надо собрать. А Дэня, будешь помогать мне? Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Блин, вот окна хочется еще помыть. Такие окна, блин, еще Дэнька рисовала на них. Прям не знаю, когда. Сегодня у меня пока такая уборочка. Дети, моя радость. Зая, ты что на одном месте пылесосишь? Вот там пылесось еще. Субтитры подогнал «Симон»! Вау! Ну-ка! Ты у меня это, виртуоз. Вот этот... Давай, крути. Как солдат. Как ружье, да? Как солдат. Да, у меня в гостях Виталя приехал. Брату говорю, у меня будут не одни и те же. Говорю, они смотрят, как я убираю, а как Дэня тут ходит. Говорю, вот в гости хоть брат приехал. Расскажи, что там, что ты в карантине делаешь? Приехал из Танис и Горлыска. Отвез к родне жену, то есть ребенка. Там у них природа, не надо, нет от кого убегать. По двор вышел, на самокате, на велике погонял. Цветочки пополивал. В общем, что, дома сидели три недели мои, или две, три, наверное, да? Тоже, как бы, тяжело. Решили на природу. Не знаю, что делать, уже начали проситься, да, там, на природу погулять, поотдыхать. Так что, ну, я думаю, это хороший вариант, если есть типа вот этот вариант. Частный вообще. К бабушкам, к дедушкам в деревне детей, тем более. На свежий воздух, весна, все цветет. Вообще как. Пчелки летают. У меня тоже была мысль поехать, было бы клево, да, но столько дел у нас здесь дома. Короче, все, ты своих отправил на природу, они кайфуют там. Класс, сейчас погода еще. А я какими делами позанимаюсь? Вот, например, ко мне в гости приехал. Вот, делом занято. Скрасил одиночество. Отберу зубки, позанимаюсь спортом. Точно, все. Кстати, зубки, да, посмотрим потом. Все, замучил дядю Виталю. Еще, еще. Нет, Дэнни, нет, держись. Еще. Мы пришли укладываться. Убираем покрывало наше. Красивое. Все. Укладываемся. Укладываемся. Куда ты свет выключил? Подожди. Ты этот веник уберешь сегодня, а? Пример мама дала. Дэнни, не надо, кровать только не надо. Давай сюда, пошли в туалет. Так, ну что, половина, фу, половина. О, а на этих часах восемь. Было же семь только, а не там. Без пяти восемь. Какие часы у меня правильно теперь идут, непонятно. Ладно, посмотрю. Там семь, здесь восемь. Хорошая новость сегодня. Мне позвонили с натяжных потолков. И сначала сказали, что в четверг придут в три часа. А потом она перезвонила и говорит, место освободилось в среду на десять. Так что сегодня у нас понедельник, завтра вторник, а в среду с утра они уже придут. Все мне делать, боже мой, неужели? Неужели? Потом я буду выбирать себе кровать. Шкаф сюда. Сегодня я прям герой, я почти все сделала. Английский поучила, сейчас изучала мой любимый глагол can. Мне кажется, я его так хорошо знаю. Все, спокойной ночи. Какой ночи. Все, выключай свет. Крошки мои, время час ночи. Денька уже лег спать давно, он уже в девять часов вечера спал. А я вам говорила, что я сегодня созванивалась, кстати, со своим астрологом. Она живет в Америке, и мы с ней договорились пообщаться по-английски. Потому что она учит английский, я за ней слежу в инстаграме, в ее сторис. Она тоже составляет планы. Я, кстати, у нее эту идею взяла, на самом деле. Потому что мне очень интересно смотреть, что планирует человек, как он выполняет. И вот она рассказывает в течение дня, что выполнила, что нет. В общем, интересно. Я решила тоже вот так вот планы делать, меня это же очень мотивирует. И мы же сегодня с ней созвонились, целый час общались на английском языке. Рассказали друг другу истории. Очень интересные, вдохновляющие. Вот. Потом поболтали на русском. И я села, почитала комментарии. Я смотрю, так понравилось мое видео. Предыдущий влог, где я на первом. Я там, кстати, вставила. Многие в комментариях писали, где посмотреть Селену, где посмотреть Селену на первом канале. Я же вставила в конце видео, где говорю о том, что на первом я же сняла и вставила этот кусочек. Это и все. Больше там ничего нет. Я же говорю, три секунды славы. Если вы думаете, что вы найдете где-то эту программу, и там целый час рассказывают о том, как я делаю ремонт дома. Нет. Это эти три секунды и были. Нечего искать. Я все показала вам. Всю свою славу. Вот. Я думаю, что через некоторое время нужно будет... Многие пишут в комментариях, поздравляют меня, что вот это первый канал, там, туда-сюда. И я думаю, что через время можно будет снять видео до и после. То есть жизнь до первого канала и после. Как изменилась моя жизнь. И вот. Уже составила список планов на завтра, потому что я смотрю, что марафон у меня. Я вообще должна была сегодня марафон пройти, но я забыла про него. Поэтому его надо записать. Я его не записала и поэтому забыла. Английский также по плану. Докрасить потолок надо еще, потому что они придут уже, получается, послезавтра утром. Значит, завтра мне надо докрасить в спальню кусочек потолка. 20 сантиметров будет от стены. А у меня вот там, где провод, чуть-чуть не докрашено. Может, даже провод этот оторвать как-то. Посмотрю. Ну и, соответственно, монтаж видео. И я убрала все чистенько, на самом деле. Завтра еще, может быть, посмотрите. Ни пылинки, ни ворсиночки. Вообще чистота в квартире. Даже не знаю, что делать, когда чисто. А, в ванне. Вот, в ванне я хотела убраться, чтобы там тоже ничего нигде не валялось. И, кстати, очень много хороших комментариев. Мне прям, вот я сейчас читала, я прям сижу, каждый комментарий читаю, улыбаюсь. Как меня поддерживают, как меня любят. Вот. Вот это для блогера очень важный комментарий. Вот такие хорошие. Чувствую, что живу не зря. Снимаю все не зря. Это порой непросто, знаете, вот так вот снимать. Берешь камеру каждый раз. Каждый раз, получается, концентрируешься. А человек, он должен расслабляться. Ну, просто как. Не то, что... Ну, да, по-хорошему он должен расслабляться. И я в своей жизни раньше так и жила. Ну, то есть я просто живу. Вот я захотела, я это делаю, это захотела, то делаю, то. И не думала о том, что мне нужно взять камеру, что-то снять. И как оно будет смотреться, и как оно будет выглядеть, и что сказать. И как, чтобы было поинтересней. Ну, то есть все время, как бы, ты в концентрации. Ты все время вовлечен во что-то. И поэтому, вот я помню, первое время мы с мамой сели, плюс еще вот это настроение такое карантинное. И был такой период, что просто даже камеру не хотелось брать в руки. Вот, ну, просто не кайф. Просто кайф не думать о том, что нужно что-то снимать. Это тоже отнимает энергию и сил. Вот. И, конечно же, когда ты это делаешь, да, и это все ценится, и прямо говорят тебе спасибо, такая мотивашка, если бы не ты, карантин был бы не такой классный и веселый, да, потому что и мотивируешь, кто-то за ремонтом следит, кому-то нравится, как я рассуждаю. Вот, кстати, мне писали, что нравятся мои такие ночные рассуждения. Я их буду делать, раз они вам нравятся. Вот один человек написал, и я уже буду делать. Потому что я читаю каждый комментарий. Я, кстати, читала, и наверху прям все хорошие были, и в конце, правильно, видите, мы как-то сделали. А в конце пару было негативных комментов, и я их заблочила. А так просто столько комментариев, и все добрые. Я прям сижу, улыбаюсь и думаю, ну все, завтра я вам вот это, вот это сниму. Так что большое вам спасибо. Все, завтра увидимся. Я пошла спать. Я не знаю, начало второго. Повключу я себе чуть-чуть, наверное, включу эту черную любовь. И всю эту четвертую серию никак посмотреть не могу. В общем, спокойной ночи. До завтра. Доброе утро, мои хорошие. Мы проснулись, и так приятно входить в чистую кухню, где все они, не пылиночки, не сариночки, все игрушки убрала. Деньке даю одну игрушку какую-то, вот он с ней и играет. Потом надоедает, я ему другую даю. Вот так, мне кажется, и надо, чтобы было чисто дома. Но я не знаю, насколько хватит всего этого. Вот мой рабочий стол чистенький, все-все-все-все-все. Красота. Вот Денькины игрушки вот только что лежит. Здесь ничего нет. Полы чистые, все кайф вообще. Здесь все убрала. Тут, конечно, не приберу пока что. Нужна кухня. И, кстати, сейчас просыпалась. Начали с Денькой завтракать. Я делаю себе кофе. И что-то вспоминаю комментарии, которые были написаны в плане, там, ты готовишь, ты готовишь только панкейки, там, еще что-то. Типа, и все. Ты вообще готовить умеешь? Меня спрашивают в комментариях. И я хочу ответить, что у меня вообще никогда не было проблем с готовкой в плане умею-не умею. Я вообще не подразделяю. Женщина не может не уметь готовить. Вообще, в принципе, человек не может не уметь готовить. Потому что, ну, есть рецепт. То есть, если, допустим, попросить любого человека приготовить блюдо, которое он никогда не готовил, то, может быть, я сейчас даже девочкам, которые там думают так, что они не умеют готовить или еще что-то, может, я им подниму самооценку, как бы они будут считать, что они умеют готовить. Тот человек, который не знает блюда, он может сказать, я его не готовила. Но то, что он не умеет готовить, что тут умеет? Это все равно, что подмети пол, ты никогда его не мела, и ты говоришь, я не умею его мести. Чего его мести? Посмотрела в интернете, как метут пол? Я не умею шпаклевать. Посмотрела в интернете, как шпаклюют? Зашпаклевала, понимаете? То же самое с готовкой. Есть какие-то азы, там, яичницу приготовить, там, кашу сварить, да, и то бывает, что... И забываешь, сколько там минут надо варить ту или иную кашу. Одну больше варишь, другую меньше варишь, да, там, ну, борщ, какие ингредиенты за каким. Просто кто готовит каждый день, например, борщ, тот просто без инструкции знает, как его готовить, что, зачем, да, экспериментирует всякие разные вещи. А кто ни разу не готовил, тот может открыть рецепт и готовить по рецепту. Что же здесь сложного? Мы же все знаем, как вода кипит, как солить, соль, ну, как бы... Мне кажется, это так просто, и я готовить умею, я готовлю вкусно, я готовить умею всё. Я могу любое блюдо приготовить, я не боюсь готовить, то есть, мне кажется, это очень просто. Вот так, Денька уже смотрит в отражение на своё, и у него это бесило у вас утра началось. Вот, поэтому я смело могу сказать, что я умею готовить, и я умею готовить всё. Другой вопрос, что я не люблю это делать, и, ну, как бы не то, чтобы не люблю делать. Вот в данной ситуации, вот я живу, да, я не вижу смысла вообще мне наготавливать много всего, там, ещё что-то. То есть, мне одной вообще реально мало надо. Ну, вот я захотела, приготовила эту картошку с курицей, салат, и мне это на два дня, на три дня могу растянуть даже, да. И зачем мне больше готовить? Я вообще не отношусь к еде, так, знаете, там особое разнообразие, блюда, вот это вот готовить. Для меня еда – это просто потребность человеку. Утолил жажду еды, и всё, и занимаешься более высокими делами. Для меня кушать – это вообще, ну, как бы, примитив. И только, ну, могу, конечно, себе... Дэнни, не шуми, пожалуйста. Выключи пылесос. Свой внутренний. Короче, пылесосик. Ещё натука ещё. Дэнни, вот пылесос вот этот вот каждый день вообще не хочется мне слушать. Короче, я такой человек, я готова перевиться бутербродами. У Дэньки есть, что покушать. Для него приготовить, ну, там, не проблема, там, чуть-чуть совсем. Поэтому, и он не всё ест, далеко не всё ест. Лишь бы ел то, что даю, понимаете, чтобы ребёнок вообще не голодал. У меня привередливый ребёнок, и ест далеко-далеко не всё. Вот. Поэтому, поэтому я вообще в этом ничего не вижу даже обидного, когда мне пишут, умеешь ли ты что-то готовить или ещё что-то. Думаю, это какая-то глупость. Это какие-то дети пишут, умеешь ли ты готовить. Зачем мне наготавливать блюда? Ладно, Даня включил пылесос. Пошлась, делай кофе. Так, пока малыш купается, смотрите, что у меня тут творится. Просто я когда снимаю, ещё что-нибудь делаю, всё, кидаю, кидаю, кидаю. Короче, я хочу здесь убрать. Итак, было. Стало. Та-дам, та-дам. Короче, смотрите, у меня какой-то косяк. Я не знаю, что это. Причём это вот такое ощущение, что как будто потемнел сам кафель. Не могу понять вообще, чем это убрать, что это может быть. Может это быть от металла, что это. Блин, хрен его знаю, я так расстроилась. Вот. Потом увидела, что здесь налёт такой, представляете, уже какой-то не очень хороший. Ну, вокруг этой штуки. И вот средство. И вот средство использовала. Спрей Фаберлик. Антиналёт. Для ванн душевых кабин. Хороший, кстати. Три минуты подержала и всё смыла. Ну, короче, протёрла. Всё лишнее убрала, что здесь не должно лежать. Это всё у меня тут детская штуки. И мыло обычное. Вот. Ванну потом разберу. Здесь всё помыла. Короче, хоть приятно смотреть. Хочу скорее большое зеркало сюда. Это с полками. А мальчик-зайчик решила его нарядить, короче, сегодня. Маечка, правда, помятая. Но мы всё равно дома, да, она разгладится. Шортики. Хотела ему одеть сначала футболку жёлтую. Он ни в какую. Говорит, нет. Я говорю, я достаю вот эту футболку. Говорю, вот эту вот. Будешь он? Да, буду. Шортики. Носочки вот новые, кстати. Классные, хорошие. Тоже это вам на втором канале показывала обзор. Вот носки классные. Мягкие. Резинка не тугая. Короче, решила его дома понаряжать. И, кстати, вот ещё покрывало, о котором я вам рассказывала на втором канале. То, что я говорю, мама мне заказывала. Вы часто спрашивали, где мама заказывала вот это покрывало. Вот на втором канале, где я большую посылку распаковываю, вот в этом магазине мы заказывали. Ещё такие две наволочки. Есть тоже из плотного материала. Прям плотный материал прошитый. Ну, красивый. Шикарный вообще. Мне нравится. Обожаю покрывало всякие. В интерьер занавески покрывало. Я так это всё люблю. Так, Дэнни картошечку дала. Сама себе делаю вторую кружку кофе. Мусор уже пора, блин, выкинуть. Из дома выходить не кайф. Ой, какой красивый. Главное, чтобы ты свою футболочку не замарал. Что-то я тебя не переодела. Ну, вот оленя из фикс-прайса разукрашиваю. Старается, Дэнни. Лицо такое старательное. Молодец. Красивый такой. Красно-оранжево-жёлтый олень. Да? Давай. Где там ещё нужно раскрасить? Беленькая. Вот, смотри. Вот так вот. Молодец. Так, порисовали. Переходим к следующим играм. Дэнни сам выбрал. Тоже брала в фикс-прайсе вот эту штучку. Маленькие такие вот шахматы. Они на магнитиках. Еле вспомнила, как открыть. У этой штуки такой замок сложный. Просто пипец, блин. Вдвоём открывали, открывали. В итоге случайно открыла. Потом поняла принцип. Вспомнила. Ну что, у нас, как видите, я одетая. Да, у нас закончился хлеб. У нас уже накопился мусор, который нужно выбросить. Яблоки, бананы закончились. Дэннишкины печеньки закончились. Молоко закончилось. В общем, нужно идти в магазин. А так как мы выходим и всё равно поедем на машине, можно также заехать и на почту. Мамину посылку забрать. И моя посылка там одна пришла. Короче, две посылки надо забрать. В общем, заодно. Сейчас время 10 минут пятого. Я надеюсь, не закрыто. А то брат вчера приезжал. Он сказал, сегодня же вторник. Он сказал, что до пяти вчера они работали. Может, сегодня тоже до пяти. Сейчас сначала на почту, потом в магазин. На самом деле, выходить вообще не хочется из дома. Но по-быстрому уже настроилась. Сейчас выйдем. Дэннишка, хозяйственный мальчик-зайчик. Выбросили мусор. Прошлись. Что-то на нашей стороне всегда ветерок, я смотрю. Хорошо, что шопки надели. Хотя, я смотрю, многие так раздета выглядят. Но ветер... Я вообще могу очень легко простыть. Вот просто выглядит такая полуроздетая. Ветер. В общем, маме позвонила. Она ждёт посылку. Ну, говорит, сможешь, не сможешь. Подъехать там, привезти. Она рядом живёт. Здесь посмотрим, короче. Сейчас первым делом на почту. Осталось полчаса. Если они до пяти работают, то осталось полчаса. Я не знаю, просто до скольки они работают. Почему они вчера до пяти работали? Не знаю. Короче, надо помчаться. Вот хоть это... Посмотрите на улицу. Кто дома сидит, вообще не выходит никуда в город. Как и мы с Дэнни тоже. Вот сейчас еду. Солнышко. Музыка играет. Такая красота вообще. И такой период в нашей жизни. Вообще. Зимой бы сделали, может, лучше. Ну, то есть сложились бы так условия, чтобы это было лучше зимой, чем, конечно, в леном, в такую погоду. Когда хочется выходить, когда вдохновение. Мы все дома. Хотя, в принципе, дома прикольно. Мне, на самом деле, выходить не хочется. Столько дел дома оказывается. Вообще реально переворачивается сознание, что можно делать дома. Насколько можно быть эффективным, полезным. И реально все можно успевать. Что можно развиваться. И, блин, при этом быть все время дома. Конечно, новые для меня горизонты открываются. А вот такие выезды даже в магазины, куда-то по делам, по-быстрому. Все равно солнышко, витаминчик Д поднимает настроение. Так что вам немного света в оболожек. Сейчас с мамой встретились. Отдала ей посылку. И, блин, даже не показала вам ее. Она в маске вышла. И такая она легке, прям раздетая. И говорит о том, что температура у нее 37. Выше 37 не поднимается. 37 там с чем-то. Ну, короче, маленькая температура. Либо нет, либо вот такая. И все. Она уже неделю себя так плохо чувствует. Как бы уже думает к врачу утром, да. А потом в течение дня раз. Все вроде норма становится. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Короче, вот пока она так болеет, плохо себя чувствует. Меня это что-то беспокоит. Ну, я в сторис. В сторис она рассказывала у меня в инстаграме все. И я, в общем, не стала ее мучить расспросами всякими. В общем, пожелаем и ей, чтобы она поскорее выздоровела. Посылку она получила. Скоро снимет, что она там заказала. Блин, а я же ей сарафан заказала и не отдала. Забыла взять. Ну, ладно, в следующий раз отвезу. Все, мы все купили уже. Едем, едем домой. Я не знаю, как вам надоело, не надоело, но мы зашли. Продезинфицировали руки. А теперь моем их с мылом хорошо. Мы с Деней показываем хороший пример. Как нужно мыть в руки. Мы вас включим. Вот так вот. Вот так вот моем, 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 моем. Я шучу, конечно. А что еще дома снимать? Ну, только снимаешь. Вышли в магазин, как сложно было. Потом пришли, как сложно было. Как мы моем руки. Как мы кушаем. Выходить-то никуда не может. Контент-то нужен. Кстати, личико я тоже, Деньке, с мылом стараюсь. Вот так вот. Потому что он прислонялся там куда-то. Это не щиплет глазки. Тоже с мулечком вот так. Да? Вот так вот. Какой чистый мальчик. Досмаркиваться не будем, как мы просили. Так, на Деньку напала бесячка. Бесячка напала. Он сходит с ума. Прыгает, бегает, бесится, короче, кричит. Вот так что, если резкий будет клик, готовьтесь. Это мой Денька. С ума сходим. Ты нормально? Сядь, чизь. Вот я хотела сядь. А он резко лег у меня под задницу. Я хочу посидеть. Я хочу посидеть. Я хочу посидеть. Я чуть ребенка не раздавила. Короче, мы сходили все, куда надо, купили, что надо. Я хотела еще, блин, снять вам, показать, что купила. Но вот сейчас не очень удобно все это делать, потому что реально сразу берешь пакеты в ванную, и надо быстро их помыть, потому что ребенок что-то вытаскивает, что-то хочет. И вот эта вода, все, короче, я сразу все раскладываю по местам, в общем, и потом такая думаю, блин, хотела же снять, что мы купили. Короче, я много купила разных сушек. Я очень люблю, знаете, сушечки, бараночки, вот такие маленькие. Я вам показывала уже печеньки, рыбки, крейкеры. Вот такое Денька любит, я люблю. Мы прям точим вообще это. Вот знаете, просто с чаем там что-нибудь смотришь, просто болтаешь. И бывает, или резко ты есть захотел, перекус, и все вот эти вот бараночки такие. Шоколадку еще купила с фундуком. Короче, я его ем безбожно, если я поправлю, стоило только на этом шоколаде. Деньки накупила всяких там вкусняшек тоже там, и не буду слух говорить. Ломтики и печеньки, компотики всякие, киселечки. Потому что дома что-то он перестал киселить. Ну, он что-то ему не нравится, кисель раньше пил, а вот домашний кисель не пьет. Ну, потому что он не такой, видимо, усилитель и вкус, они такие, и все дела. И он любит, конечно, кисель вот этот, который там. Фрукты взяли, бананов, яблок взяли, хлеб взяла, молоко. Моего молока не было, взяла обычное молоко, потому что пока кашель, я пью молочко с медом на ночь и с маслицем, чтобы смягчать. Вот, время, короче, сейчас 7 часов, но мы уже давно пришли, мы полшестого пришли. Мы в 4, получается, ушли, начало, да, полпятого я была в машине. И полшестого мы вернулись. Мы, короче, на улице всего лишь часик были. Вот. Сейчас 7 часов, Денька разбросал все игрушки. Я вот тут убираю, убираю, порядок навожу, а он просто взялся и разбросал. Бесиловала у Деньки. Понравилось. Сейчас будет так делать много, много раз. Вот, короче, через часик пойду его укладывать уже, уберу тогда все игрушки. Наверное, тогда мне удастся позаниматься английским. Английский монтаж видео. Сегодня я подкрасила уголок, который там хотела в спальне. И завтра позвонили мне сегодня потолочники, сказали, что завтра они не к 10 будут, а к 12. Но влог этот сегодня я уже закончу, я еще с вами сегодня побуду до конца. А следующее видео уже будет потолки на моем канале. Жду не дождусь, честно говоря. Короче, сейчас просто телек зырим. Сейчас вот возьму какие-нибудь баранки, сделаю себе чай, буду хрумкать. Я не знаю, даст он мне, конечно, или нет. Может, он перед сном решил меня замыть. Короче, посмотрим. Доброй ночи, мои дорогие. Сейчас половина 12. На фоне у меня идет Дом 2. Я люблю присутствие Дома 2 в моей квартире. На самом деле там все время на фоне проблемы какие-то. И, знаете, красной нитью я понимаю, что я прекрасно живу. У меня нет никаких проблем. И даже сериал «Черная любовь» я тоже смотрю. И прям порой бывает, загонишься на своих каких-то этих, а потом вспоминаю, а там же, а там же у них какие проблемы. Пойду окунусь и забуду о своих. А там реально там любовь, блин, и там вообще страсти, мордасти творятся. Что там говорить о моих проблемах? Ерунда. Реально очень помогает, кстати, от всяких непонятных ситуаций в жизни. Сложных. Просто отвлекись на более сложные. Погрузись. Ну, кто может, да. Сейчас я еще нашла для себя очень интересное такое дело. Это я веду свой инстаграм, уже говорила вам, да, что стиль новый, там обрабатываю фотографии, в общем. Их много уже фотографий делаю, планирую на будущее, да, там потом еще какие-то посты интересные, чтобы было писать. И у меня появилось такое приложение, как планер. То есть я там планирую, как будет выглядеть мой инстаграм. И то есть у меня, допустим, 5 фотографий вперед есть, 5-6 фотографий вперед, обработанных. И просто я могу реально полчаса сидеть. Я понимаю сейчас, как необходим планер для того, чтобы лента в инстаграме выглядела красиво. То есть я подбираю, какая фотография за какой будет идти, чтобы в целом потом, когда смотришь вот так на ленту, да, она смотрится, ну, красиво, гармонично. То есть там сначала идет фотография, например, лица твоего близко, потом какая-то далекая идет фотография, потом, может быть, ты там сфотографировала свою руку или книжку, или природу, да, потом опять крупная какая-то, потом дальняя. Потом в каких-то фотографиях может быть преобладать один цвет, в других другой. И чтобы она в общем смотрелась как-то стильно, в одном каком-то стиле, ты эти цвета тоже должен равномерно распределить. Короче, я могу реально полчаса сидеть и вот эти пятнашки, опять же, складывать, какую куда. Вот сейчас только закончила, более-менее гармонично, прям вот смотрю и думаю, о, все, вот так вот гармонично, все. Ну, увлекательная тема. С постами бы еще разобраться, какие посты писать. То есть я больше, у меня больше посты такие лайфстайл, то есть я тоже посты пишу о том, что я сегодня делала, о чем я сегодня подумала. Ну, бывает иногда задают вопросы какие-то, и я могу вот так отвечать на вопросы. Игру сегодня сделала. Была очень высокая активность, я смотрю, понравилась девочкам. Взяла что-то там в руки, замазала и говорю, что у меня в руках. Все начали писать, одна, вообще очень много было сообщений, только одна девочка угадала, что у меня в руках. Потом, когда я эту фотку выставила, я так поняла, что и не все догадались, что это на самом деле, даже увидев, что у меня в руках. А это была у меня такая пыль смахивает штучка, голубая. Ну, не все пользуются такими штучками, а она, кстати, очень удобная. Во, блин, я вам хотела показать еще, как я пыль вытирала, представляете? Я так классно ей пыль вытирала. Я вам в следующем влоге покажу. Что, мои хорошие, я вообще планирую закончить сейчас этот влог, начать его монтировать. Завтра к 12 часам приедут натяжные потолки, и я уже завтра прям начну снимать. То есть, что я сделала с потолком, какой будет у нас карниз, куда мы его будем лепить, какой у нас будет потолок, какой я выбрала и почему. Люстра, которая будет крепиться, и, в общем-то, за какое время все это сделают, и за какую цену в итоге все выйдет. Все это дело я вам покажу, расскажу. Завтра буду снимать. И мне кажется, это будет какая-то новая радость. Я вообще не представляю, я так привык к моим серым потолкам, что я даже не представляю, как это с красивым белым потолком. И у меня же еще необыкновенная люстра там с пульта. Тоже все это дело покажу. Как она будет. Мне интересно, она вообще пригодится, буду ли я ей пользоваться. Потому что, по большому счету, заходишь, свет включаешь, если что-то снимать, выставляю свой свет. А здесь тут ночники, все дела. Нужны ли они будут? Ну, когда мы будем с любимым жить, точно будут нужны. Мы будем лично романтики какие-нибудь делать. Мне интересно. Поэтому посмотрим. А сегодня мне осталось, что смонтировать видео, которое вам обещаю, и позаниматься английским языком. Так, в принципе, все дела на сегодня сделала. Прошла марафон, докрасила потолок, убрала ванни, сходили в магазин. Еще у меня сегодня была консультация по YouTube. Я созванивалась с нашими менеджерами YouTube, узнавала, рассказывала, как, что, какие новости у нас на YouTube. Потому что некоторые просмотры подупали, заработок упал в два раза. Такая ситуация, да. Вот, и мне поболтали, в общем, об этом. Че, как, что делать, как жить дальше, знаешь, что. Ну, в общем, полезная информация. В общем, продуктивный день. Я вам тоже желаю продуктивный день. Если вы это видео смотрите утром, я вам желаю хорошего дня. И продуктивного дня. Главное, полезного, чтобы прям вот на будущее. И настроение, чтобы хорошее было. Если вы смотрите этот влог вечером, то я желаю вам спокойной ночи, сладких снов, чтобы вы выспались и утром встали с хорошим настроением. Я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok